Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы смотрите канал Geekonsight.ru И если бы меня пару недель назад спросили, Дима, какой смартфон выбрать, если у меня есть 13 тысяч рублей И я хочу себе NFC, хорошую более-менее камеру, производительный процессор, красивый корпус и более-менее нормальный дисплей Я бы, наверное, сказал, что с NFC достойных аппаратов за эти деньги особо нет Но можно купить Redmi Note 7, там есть классная камера, там есть производительный процессор, экран там вполне себе неплохой То есть это такой, ну, практически топовый аппарат за свои деньги Единственное, что есть вопросы к внешнему виду, не всем он нравится, ну и плюс в данном аппарате, к сожалению, нет NFC И вот некоторое время назад компания Samsung анонсировала свой Galaxy M20 Сначала он вышел на каких-то локальных рынках, потом появился в странах СНГ некоторых И вот теперь он уже официально начинает продаваться в России Что такое Samsung Galaxy M20? Это 6-дюймовый смартфон, у которого есть NFC, который обладает очень неплохим процессором, качественным экраном Плюс ко всему у него аккумулятор еще 5000 мАч, даже больше, чем у Redmi В этом видео я попробую его протестировать, посмотреть, на что он способен, как он снимает, какие программы и игры можно в нем запускать Хватает ли производительности процессора, который установлен в этот смартфон Попробую, в общем, составить в нем какое-то свое мнение И мне кажется, это неплохой вариант смартфона, который, в принципе, может конкурировать с Redmi Note 7 Если, к примеру, вы не хотите приобретать себе Xiaomi Ну так вот, данный девайс компания Samsung позиционирует как аппарат для молодежи Соответственно, что важно молодежи? Молодежь любит недорогие аппараты и при этом функциональные Samsung, в общем-то, относится к числу таких аппаратов Что в нем есть? Это процессор Exynos 7885, восьмиядерный процессор Графическое ядро Mali-G71 Я прогнал бенчмарк Antutu на данном смартфоне Он набрал 108 тысяч баллов Да, результат далеко не рекордный, но для среднячков он, в принципе, типичен И большая часть программ и приложений будет у вас на таком процессоре вполне себе нормально работать Единственный момент с играми Они также будут запускаться Наверное, абсолютно любая игра запустится на этом смартфоне Я протестировал Guns of Boom, никаких проблем не было Работал он достаточно шустро FPS находился всегда на приемлемом уровне Но на высоких настроях графики, естественно, требовательные игры на данном графическом ядре запускать, наверное, особо нет смысла Они будут все-таки подтормаживать По остальным характеристикам У меня версия с 32 гигабайтами внутренней памяти и 3 гигами оперативки Есть также версия более продвинутая 4.64 Но ее в продаже пока я не видел Данный смартфон будет стоить 13,5 тысяч рублей На старте продаж в интернет-магазине Timo вы можете купить его за 1,5 Ссылку я оставлю в описании Пройдете, посмотрите, если вам понравится или заинтересует данный аппарат Ну, вы можете его себе приобрести Что касается остальных характеристик Здесь есть NFC Здесь есть аккумулятор емкостью 5000 мАч Это чуть больше, чем у Redmi, у которого, как вы знаете, 4000 мАч Ну, на самом деле, разница несущественная Потому что тот, что это смартфон, способен проработать под нагрузкой примерно 2 дня Плюс-минус Это нормальный результат для современного смартфона Большего ожидать, я думаю, не стоит Но, тем не менее, аккумулятор здесь более-менее неплохой Держит заряд он 2 дня Если не жестить, если не играть целыми днями в игры Там не сидеть в интернете Видео можно смотреть порядка 20 часов на таком аккумуляторе И это тоже результат вполне себе достойный Камера здесь достаточно неплохая В условиях хорошего освещения Она способна делать довольно-таки неплохие, четкие снимки А при этом надо понимать, что это средний ценовой сегмент Поэтому каких-то откровений ожидать от нее не стоит То есть в том же самом Pixel 3 Plus Камера, разумеется, будет лучше, качественнее Но и стоить он будет дороже Здесь же для среднего ценового сегмента Камера вполне себе неплохая Фронталка 8-мегапиксельная Также может делать портретные снимки Как видите, вырез под нее маленькая капелька То есть челки уже не в моде Все аппараты оснащаются капельками Теперь пару слов о дисплее Дисплей здесь с диагональю 6,3 дюйма Разрешение Full HD Plus Углы обзора, что по горизонтали, что по вертикали Близки к максимальным Единственный недочет Ну как недочет Это, наверное, относится к большинству аппаратов средней ценовой категории Яркость на максимальных настройках могла бы быть и повыше Но нельзя сказать, что это минус Вы сможете разометить разницу, если только просто положите два аппарата рядом То есть вот этот Samsung и какой-нибудь флагманский смартфон Выкрутить яркость на максимум И увидите, что здесь он чуть-чуть менее яркий По сборке претензий, в общем-то, нет Корпус выполнен из пластика Пластик глянцевый По своей фактуре напоминает стекло На правой стороне разместилась кнопка включения качельной громкости По традиции Внизу есть разъем USB Type-C для зарядки Разъем Mini-J для наушников и динамик Динамик здесь моно, звучит он довольно-таки средне, громко, четко Но если сравнить его с музыкальными аппаратами, естественно, никаких откровений ожидать не стоит Сканер отпечатка пальцев находится на задней панели Работает он достаточно шустро Ну и сзади еще есть глазок двойной камеры, под которой разместилась вспышка В целом аппарат оставляет ощущение такого, довольно-таки монолитного кирпичика И это плюс Со стороны других блогеров, которые ходили с ним долго Были какие-то замечания на тему того, что он может поцарапаться Там у него краска где-то слезает Но я, в свою очередь, ходил с ним несколько дней Потаскал его в кармане В том числе и с ключами он в кармане лежал Ну, в принципе, он свой внешний вид сохранил Он выглядит сейчас, ну, как новый аппарат Не покоцался, ничего То есть в этом плане претензий нет Не знаю, как он себя поведет через месяц, через два Пока сказать сложно Но вот за неделю тестирования никаких проблем с ним не вылезло Итак, подводя итог, что мы имеем Мы имеем относительно недорогой смартфон с хорошим большим экраном Более-менее производительный процессор Хоть и самсунговский Но, тем не менее, он, в принципе, большую часть задач выполнять может без каких-либо проблем Даже в игре на нем можно поиграть на средних настройках графики Выглядит внешне он неплохо Плюс ко всему здесь есть аккумулятор Емкости 5000 мАч и NFC В принципе, для недорогого смартфона больше вы не нужны Если вы хотите какой-то более существенной производительности Если вы хотите, чтобы на нем работало все Работало очень быстро Он вообще никогда не задумывался, не тормозил Плюс можно было играть во все игры Естественно, вам надо брать какой-то более мощный флагманский аппарат Для рядового пользователя данного девайса будет достаточно И, в принципе, за те деньги, которые сейчас вам будет продавать Tmall Это вариант нормальный В особенности, если вы после старта продаж решите его себе приобрести 11,5 тысяч рублей Это вообще шоколадная цена, я считаю Ссылку я оставлю в описании Напоминаю, если вам будет интересно, просто зайдите, посмотрите Ну, на этом все, напоминаю, что с вами был Дмитрий Канал GeekInsight.ru Увидимся в следующих видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok